Добрый день, уважаемые саровчане. Сегодня 21 октября, среда, и мы с вами встречаемся, чтобы сделать несколько комментариев и объяснить, ответить на те вопросы, которые к нам поступают, буквально обрываются все телефоны. Первый момент и комментарий по поводу анализов. У нас сейчас достигнут очень высокий охват тестирования. На сегодняшний день он составляет 590 на 100 тысяч населения в пересчете в среднем за день. Мы этот уровень охвата тестирования сохраняем, но меняем его тактику. Сейчас мы, как государственное учреждение, выполняющее в первую очередь законодательство Российской Федерации, должны нацелить все наши силы для того, чтобы проводить эти анализы на бесплатной основе всем тем категориям лиц, которые обязаны эти анализы получать, и всем тем группам риска, которые мы должны охватывать. Вот ровно этим будет заниматься лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии и лаборатория клинической больницы и выполнять эти функции в полном объеме. Естественно, с ростом заболеваний, с ростом количества контактных людей вокруг этих больных мы понимаем, что уже достаточно сложно будет охватить еще и платные анализы. Поэтому платные анализы, начиная фактически со вчерашнего дня, эти лаборатории не проводят. Но еще раз повторюсь, все силы будут брошены на бесплатное обеспечение анализов для всех тех категорий, которые обязаны будут быть обследованы. Тогда возникает еще у нас вопрос. А вот я не подлежу, мне может быть нет, но я очень хочу этот анализ сделать. Пожалуйста, ради бога, ищите любую другую лабораторию. У нас есть коммерческие лаборатории и в нашем городе, они есть и в соседних городах, где это можно будет выполнить. Это то, что касается анализов. То, что касается результатов анализов. Если наши уважаемые горожане сделали анализ на платной основе и получили результат положительный, что у них обнаружено в мазочках методом ПЦР подтвержденная ковид-инфекция, но вы еще к врачу не обращались, значит, отвечая на эти вопросы, нужно обязательно остаться дома, вызвать врача на дом и врачу тогда уже или медицинскому иному работнику, который к вам придет, показать эти ваши результаты. Таким образом вы попадете в общую систему наблюдения медицинского, оказания вам медицинской помощи. Вот то, что больше всего сейчас волнует лиц, это лица контактные, которые сидят, вернее, не сидят, а живут рядом с больным в одной квартире, в одном доме. С ними вопрос совершенно четкий. Заболел наш родственник, совместно проживающий с нами в квартире, значит, все остальные должны остаться дома, и они получат больничный лист. Вот этих вопросов очень много, потому что сейчас, вот на сегодняшний день у нас таких под наблюдением 1020 человек, и, конечно, развозить их постановление вовремя мы не успеваем. Но вы не волнуйтесь, пожалуйста, вне зависимости от того, в какой день вам привезут эти постановления, сам больничный лист по карантину будет именно с того дня, когда установлен диагноз COVID-19 больному вашему родственнику на 2 недели, на 14 дней. Пожалуйста, если вдруг вы видите, что время прошло слишком много, так называемые потеряшки наши, люди, которые отсидели уже неделю или больше дома, и мы о них ничего не знаем, не можем их найти по телефону, либо какая-то сбой, и у нас ошибка, неправильно указан номер телефона, или неправильно указан адрес, и мы выезжаем, не можем там никого найти. Пожалуйста, можете не стесняться и звонить таким образом нас к нам в межрегиональное управление по телефону 793-28. Мы сейчас эту систему налаживаем, и мы, понимая, с какого дня у нас идет заболевание и, соответственно, карантин у данного человека, мы будем в каждом конкретном случае прорабатывать. Единственное, всех успокаиваю, пожалуйста, не волнуйтесь, вы не дозвонились, дозвонитесь на следующий день, не сейчас, так чуть позже или завтра. Мы никого не должны с вами забыть, мы всем выдадим больничные листы, и никто у нас не останется без внимания. На сегодня у меня это все. Обращайтесь, если у вас есть вопросы. Если совсем не можете дозвониться, у нас работает с вами по-прежнему в городе горячая линия 977-77. Вы можете дозваниваться туда, там многоканальные телефоны, в конце концов, сотрудники этого центра тоже передадут нам информацию. Наша задача сейчас вот в этом большом потоке новых больных и новых контактных лиц, который идет у нас по всей Российской Федерации, никого не потерять и всем оказать должную помощь. Я благодарю вас за внимание, здоровья вам, всего доброго, до свидания.